В ходе расширенного заседания Совета общественной палаты Абхазии с участием главы администрации столицы Беслана Эшба были подняты наиболее обсуждаемые в нашем обществе проблемы – ремонт центральных дорог, отключение света и воды. По словам главы города, жители Сухума испытывают дискомфорт из-за того, что ремонтные работы водопровода были проведены некачественно. Единственный мы имеем подтвержденный факт – это работа 2016 года в городе Сухум по улице 4 марта, и по улице Имама Шамиля, там, где прокладывала одна компания эти трубы. Нет вопросов к самим трубам, вроде бы есть некачественные швы соединения этих труб между собой. Теперь что надо делать? Многих уже нет живых, допустим, те, которые работали в этой фирме, и она практически перестала работать на территории Абхазии. Мы, материалы у нас есть, акты у нас есть и так далее. 1400 мероприятий провел Водоканал в этом году, еще пока 9 месяцев только закончилось, да? Это имеется в виду утечки, протечки и так далее. Я когда говорю, что у нас 4-5 аварий в день, это я не шучу, я правда говорю. Сегодняшняя остановка – это ремонт на четырех точках. А главное, вынуждены были остановить, почему? На последний узел вяжут на углу Лакоба и Джонуа, там переход надо сделать, и все. И мы тогда уже смело на этом перекрестке асфальт можем положить. Из-за ремонта водопровода в одной точке приходится отключать весь город, по причине того, что при проектировании водопровода в Сухуме много лет назад не были учтены так называемые водопроводные задвижки, которые позволяли бы перекрыть воду в одном районе, где ведется ремонт трубы. В любом нормальном, особенно столичном городе, когда кто-то проектировал, наверное, в свое время коммуникации, как-то должно, наверное, было предусматриваться хотя бы районно, да, что-то где-то можно было перекрыть, чтобы локально ту или иную проблему локализовать. Вот бывший глава администрации здесь сидит, пускай скажет, где-нибудь в городе Сухум это есть, для того, чтобы здесь, если без остановки воды нельзя какую-то отече остановить, приходится отключать весь город. Насосы в этом, как его звать, на Гумисте, которые стоят, или на Келосурах. А здесь еще вода у нас, резервуары наполняются. У нас семь резервуаров, вот здесь по городу один, правда, уже давно не работает, на Чанба, его надо полностью новый строить. Шесть резервуаров, все в аварийном состоянии. Вот остановишь насосы, еще с резервуаров, это надо подождать 3-4 часа, пока вода спустится, потом ее восстановить, а потом включить насосы, пока вся система обратно заполнится. Вот в таких условиях находится администрация. Теперь, почему это не было раньше так, почему сейчас? Не потому, что Ишба перерыл весь город, а потому, что в город Сухум никто никаких денег за это время не вкладывал. Финансирование Сухума недостаточное, считает Беслан Эшба. На нужды столицы выделяется гораздо меньше денег, чем необходимо самому густонаселенному городу Абхазии. Я не хочу никого обидеть. В Гагру более 3 миллиардов, в Гудауту там 1,5-2 миллиарда, там, я не знаю, в Ачимчевский район, да, там сейчас улицы, там, в деревнях, в селах, дай бог здоровья. Город в чем провинился, можно спросить? Ну, подождите, слушайте. А эти коммуникации столько не живут. И никто у нас из жителей там не ковыряется, не делает ничего, чтобы какие-то искусственные повреждения сделать. Наоборот люди бережно относятся, но в конце концов. Вот только взялись за три улицы, столько остальных, такое количество параллельных проблем стало возникать вокруг этих трех улиц, ну, за голову берешься, понимаете? На встречу был поднят вопрос и о деревьях, которые пришлось срубить в результате работ на Абазинской улице. Беслан Эшба отметил, что вместо них будут высажены 150 магнолий. Анастасия Никонова, Торник Амичба, Абаза ТВ.